Рембрандт Ну, может быть, был бы и Пикассо, если бы мы выбрали именно такого кота, а так как он нам попался вот в такой цветовой гамме и с таким характером, и когда мы его котенком увидели, у меня сразу ассоциации с тем образом, который я наблюдал уже многие-многие годы, у Рембрандта. Ну, смотрите, одно лицо. Ну да, Рембрандт, доброго дня тебе. А как будет ласково, сокращенно его имя? Рем. Рем? Рем, Ремчик. Как Рембо почти. Рембо, да, практически. То есть, его, мне кажется, назвали не то, чтобы даже, может быть, ну, конечно же, в честь великого художника, но и для скороговорки, чтобы проверить, или утром размяться. Рембрандт, Рембрандт, иди сюда, кушай. Ну да. Какой он все-таки гостеприимный, Рембрандт. Все, убирай хвост, давай свой. Мы знаем, что у этого замечательного кота есть дом, как говорится, в доме. Это правда? Рембрандт, Рембрандт. Потому что для меня это может быть, потому что это мой любимый художник, и потому что образ и цветовая гамма этого художника очень сходный с цветовой гаммой котенка на тот момент была. И я посмотрел фотографии, и вы знаете, что Рембрандт там очень любил писать автопортреты. Я посмотрел портреты, и детский, и юношеский, и взрослый, ну, просто вылитый на школу. И по мере взросления я в этом еще больше убеждался. Поэтому, когда стал вопрос, где же мы его поселим, поэтому, в общем-то, особых-то и не было таких вот вариантов. Каких-то вариантов, да. Естественно, в доме Рембрандта мы его должны поселить. Поэтому мы себе тихонько его вот-таки поселили в дом Рембрандта. А слава богу, что так получилось, что в доме Рембрандта в Амстердаме я был, видел, ходил, сидел за Мольбертом, великого художника. То для меня это было даже интересно делать. Слушайте, ну, знаете, как развивается современный мир и как рекламный бизнес, да, протекает? Мне кажется, вы можете спокойно подать объявление о том, что вожу в дом Рембрандта недорого, покажу, как оно выглядит, что там происходит, какое творческое. А как вам Рембрандт помогает в творчестве? В творчестве? Да. Ну, я вам скажу, в творчестве он пока не очень помогает. Он, видимо, пока в процессе обучения идет, самого процесса. Но он очень сильно помогает, когда я что-то делаю. Допустим, мы недавно делали большую коробку, очень сложную коробку для отправки картин за выставку очень далеко, за 3-5 морей. Вот. И он упорно помогал нам ее делать. Он и слева, и справа залазил, и утаптывал ее, и придерживал, где нужно придержать ее. И если бы не он, то, наверное, картины бы не дошли. Так, слава богу, картины уже там, на месте. Юрий Иванович, в доме Рембрандта есть мольбер? Там, может быть, краски? Да, внутри у него есть все. Правда, он туда не хочет никого пускать. Он, когда увидел этот дом, он зашел туда, и больше никого не хочет пускать. И сильно нервничает, если вот так вот шкрябаешь ему в окошко, он тут же выбегает и начинает за палец хватать. И обратно удирает. Но, в связи с тем, что этот дом действительно дом для него уединения. Иногда бывают такие моменты, он у нас самостоятельный. Если пытаешься там ему либо лапы вытереть, либо еще что-то, он быстро-быстро убегает туда, в этот дом прячется. Это все у меня нет. Чик-чик-чик, я дома. Все. Не трогайте меня. Слушайте, ну, если вспомнить, ну, и вообще, в принципе, мне кажется, всем известно, что коты очень сильно любят тапки. Это вообще любимое место. Драть обои. Драть обои, угол дивана, кресло. Что у них там еще? Да и кушт они еще любят очень сильно. Как относится Рембрандт к творчеству? Может быть, он что-то с картинами вашими делает? Не страдает от кошачьих лапок вашей картины? У нас стопка картин стоит прямо возле его дома. И он с большим удовольствием вылазит через окно своего дома. И как по ступенькам сбирается на эту горку картин, выбирает там укромное местечко между... А так как картины выше, получается, его дома, то он с высоты так наблюдает, с самой высокой картины. Наблюдая за всем происходящим домом. Поэтому самое непосредственное отношение он имеет к картинам. Обои он не любит. В том плане, что драть их не любит. Потому что, ну как... Ну, творческая личность. Ну куда? Это как-то не по его... Зачем его? Не по дворянски. Для того, чтобы он кожатки чистил. Ну и понятное дело, это когда у кота нет своего дома, он живет в доме хозяев. То тогда он берет обои, помечает тапки. А у этого есть свой дом. То зачем ему драть обои? Он живет в своем доме. И поэтому наводит порядок сам. Смотрите, когда новоселье происходит, обычно кошку запускают первую. Вот где она там присядет. Там говорят, что нужно ставить кровать. Вы не пользуетесь вот такой вот историей, что, может быть, какую Рембрандт картину выберет, на которую, может быть, он там приляжет или присядет, и она там хорошо продастся. Ее ждет успех. Самая популярная картина, да. Вы знаете, спасибо за подсказку. Вы попробовали. Я обязательно попробую именно те картины, вот две штуки, между которыми он облюбовал лежать, вот и так высадит и наблюдает. Обязательно попробую. Хорошая идея будет. Потом расскажем обязательно. Сейчас у многих художников затишье. Как у вас дела обстоят с творчеством? Буквально сейчас вот, буквально на днях картины в той коробке, которой Рембрандт нам помогал делать прибыли на Тайвань для участия в большой всемирной выставке. И, слава богу, не онлайн-выставка, в них там более-менее нормально с коронавирусом уже. И со всему миру сейчас съезжаются работы для участия в этой грандиозной юбилейной выставке. Мы рады, что Рембрандт нам помогал. Юрий Иванович, я уверен, что в любом случае все наладится. Мы пожелаем вам только творческих успехов. И Рембрандту. Рембрандту, конечно. Рембрандту с выбором картины, чтобы он там не затягивал. Побыстрее выбрал картину, которая в скором времени станет популярной. До скорой встречи. Всего хорошего вам. Ну, а мы, друзья, за рецептом. Сегодня в меню гречка, но не простая, а праздничная. Для этого нам понадобится всего-навсего перепелка. Записываем рецепт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова